На этом занятии мы поэтапно рассмотрим процесс морального разложения. Для начала прочитаем отрывок Священного Писания из письма к римлянам. «Потому и отдал их Бог во власть нечистоты, чтобы, следуя похоти сердец, они бесчестили свои тела. Они променяли правду Божью на ложь, они поклоняются и служат творению вместо Творца. Да будет Он всегда благословен. Аминь». В этом отрывке мы находим точное описание современного общества. Люди заменили Божью истину на ложь, в результате чего они служат созданию, а не создателю. Многие люди настолько поглощены противоположным полом, что для Бога у них не находится ни времени, ни места. Люди чрезмерно привязываются друг к другу, становятся зависимыми друг от друга, а они не мыслят жизни друг без друга. На место Бога они ставят бренного человека, отчего у них начинаются все проблемы. Когда место Бога занимает кто-то или что-то другое, беды не миновать. Вот как об этом написал апостол Павел. «За это и отдал их Бог во власть позорных страстей». Их женщины заменили естественное сношение на противоестественное, равно как и мужчины, отвергнув естественное сношение с женщинами, пылают похотью друг к другу. «Мужчины с мужчинами творят постыдные дела, готовя тем себе возмездие, которое они заслужили, сбившись с пути». И так как они не пожелали постичь Бога, Бог отдал их во власть их развращенного ума, побуждающего их делать то, чего делать нельзя. В прочитанных мною отрывках мы встречаем две похожие фразы. «Бог отдал их во власть нечистоты» и «Бог отдал их во власть их развращенного ума». Давайте определимся со значениями этих фраз. «Нечистота» — это порочность или аморальность, которая является следствием похотливой, развратной, распутной и расточительной жизни. «Нечистота» — это сексуальное желание, которое вышло за все рамки. Развращенный ум — это неполноценный, неспособный, негодный, превратный ум. Человек с таким умом смотрит на то, что Бог называет грехом и мерзостью, и говорит «в этом нет ничего порочного». Из Божьего Слова нам известно, что человек имеет три составные — душу, дух и тело. Скажите, какая из этих трех составных должна задавать тон человеческой жизни? Безусловно, дух человека. Душа человека, его чувства и мысли, должна находиться в подчинении у духа, а тело — в подчинении у человеческой воли. Божий порядок заключается в следующем. Божий дух управляет твоим духом. Твой дух управляет душой, то есть разумом, волей и чувствами, а твоя воля управляет твоим телом. Итак, точкой отсчета в жизни человека всегда должен быть дух. Как только законное место духа занимает душа или тело, человек становится на путь морального разложения. Чаще всего проблема начинается с того, что человек ставит свои ощущения превыше духовности. Это называется сладострастие или сластолюбие. Это значит, что жизнью человека руководит уже не Божий дух, а его непреодолимое желание — получить чувственный опыт. Стоит человеку один раз пойти на поводу у своих чувств, а потом второй, как он станет пленником своих страстей. Таким образом, Божий порядок будет нарушен. Вместо того, чтобы с Божьей помощью руководить своими чувствами, мыслями и поступками, человек превращается в куклу-марионетку, подвластную низменным желанием. Не нужно быть чересчур умным, чтобы заметить, что современное общество перевернуто вверх тормашками. На первом месте удобно расположилось человеческое тело и внешность. Парадом командует чувственность. Душевное покорилось физическому, а духовное попало во власть душевного. В этом и заключается триумф развращенного ума. Современное общество глупо и непокорно. Оно обмануто и порабощено всевозможными страстями и удовольствиями. Сразу нужно сказать, что Бог не является противником удовольствия. Бог создал нас со способностью переживать удовольствие и потребностью испытывать удовлетворение на всех уровнях, включая сексуальный и физический. Однако чувственное удовлетворение никогда не должно быть целью нашей жизни. Бог желает, чтобы физическая и сексуальная сферы нашей жизни были подчинены разуму, воле и чувствам, а те, в свою очередь, нашему Духу, который соединен с Божьим Святым Духом. В этом и заключается Божий порядок. Если мы соблюдем его, то будем иметь максимум наслаждений на всех уровнях. Если же мы нарушим Божий порядок, то лишим себя той полноты удовольствия, которая была предназначена для нас самим Творцом. К сожалению, с каждым годом наше общество отходит от Божьего порядка все дальше и дальше. Совсем недавно я включил телевизор, а там показывали рекламу свечей зажигания. И как вы думаете, кто был на переднем плане этого видеоролика? Девушка в бикини. Вы только скажите, какое отношение к запальным свечам имеет раздетая девушка? Зачем магазин, который продает автозапчасти, влепил в рекламу своего продукта девицу в бикини? Потому что современное общество поглощено сластолюбием. Нас запрограммировали. Теперь, чтобы привлечь наше внимание и продать нам машинное масло, услугу мобильного оператора или шоколад, нас завлекают сексуальными сюжетами. К сожалению, некоторые христиане позволили средствам массовой информации промыть их мозги настолько, что их уже мало что смущает. Мы настолько привыкли к присутствию греха на наших телеэкранах, что он уже не оскорбляет нас и не вызывает в нас должного отвращения. Я заметил, что некоторые христиане ушли от Божьих норм так далеко, что когда пастор проповедует о библейских стандартах, они считают его за инопланетянина. Я также заметил, что среди христиан широко распространена следующая практика. Сначала они сравнивают себя с развращенными людьми и говорят, «Хорошо, что я не такой, как они». Потом они сравнивают себя с верующими людьми, которые придерживаются более высоких моральных стандартов и при этом говорят, «Это религиозные фанатики, это современные фарисеи-буквоеды, хорошо, что я не отношусь к их числу». Некоторых христиан вполне устраивает то, что они не относятся к числу как безнравственных людей, так и высоконравственных. Они довольствуются тем, что сами называют «золотой серединой». Однако подобный подход к жизни очень опасный. Сравнение себя с другим человеком порождает гордыню, презрение и недовольство. Бог хочет, чтобы мы сравнивали себя не с другими людьми, а со святым Словом Божьим. Однако мало кто любит сравнивать себя с непогрешимым Божьим Словом, ведь Библия обнаруживает наши недостатки. Она обличает нас и исправляет, а это не всегда приятно. Поэтому вместо того, чтобы позволить Богу работать над собой, многие люди предпочитают обнаруживать недостатки других. Современное общество – это общество безответственных лжецов. Вместо того, чтобы признать собственную вину и навести в своей жизни порядок, мы находим себе оправдание. Более того, мы переваливаем груз вины на кого-то другого. Мы видим родителей, учителей, правительство, свое несчастное детство, дьявола в конце концов и в некоторых случаях даже Бога. Это не что иное, как механизм самозащиты. Я чувствую тяжесть собственной вины, но вместо того, чтобы с ней разобраться, я нахожу козла отпущения. До тех пор, пока у меня получается повесить всех собак на другого, мне хорошо, потому что я выгляжу лучше этого другого. Вот так я и выживаю. До тех пор, пока я выгляжу лучше кого-то другого, я в порядке. Бог предлагает нам совершенно иной путь. Он не хочет, чтобы мы подавляли чувство собственной вины обвинениями в адрес другого человека. Он предлагает нам простить своих обидчиков и не держать на них зла. Кто-то спросит, но если я прощу своих обидчиков, тогда мне нечем будет прикрываться. Что мне тогда делать с грузом вины, который я до сих пор скрывал за недостатками других людей? На это Иисус ответил так, «Придите ко мне, все усталые и обремененные, и я успокою вас. Не носи за пазухой груз вины. Оставь ее у подножия Голговского креста. Позволь крови Христа омыть тебя и сделать чистым. После этого твоя душа полностью освободится от гнетущей потребности притворяться и сравнивать себя с другими». Давайте теперь проследим, с чего начинается дорога нечистоты и как она развивается. Помните, что под нечистотой я подразумеваю преувеличенное половое влечение, похотливость и сладострастие. Прежде всего, нужно сказать, что каждому человеку присуща естественная сексуальная любознательность. Уже начиная с четырех или пяти лет ребенок способен проявлять большое сексуальное любопытство, бросать жадные взгляды на обнаженные тела. Это любопытство достигает своего пика в подростковые годы. И в этом нет ничего порочного. В том, что тебя притягивают сексуальные вопросы, нет ничего ненормального или плохого. Бог создал нас, сексуальными существами. Поэтому половое влечение, сексуальный драйв и сексуальная энергия это подарки Творца, которые нам нужно принимать с благодарностью и без стыда. Однако все чистое может быть опорочено и все доброе может быть искажено. Поэтому наши сексуальные желания должны быть направлены в Божье русло. Подобно реке, твоя сексуальная природа должна находиться в рамках берегов определенных ограничений. Если же ты начнешь нарушать Божьи границы, тогда проснется твоя совесть. Стоп! Стоять на месте! Смени направление! Итак, у нас на поле есть игрок, богом данное сексуальное любопытство, и арбитр, наша совесть. Совесть подсказывает нам, что делать со своим половым интересом и как далеко его можно пускать. И тут на сцене появляется третье лицо, агент дьявола под кодовым названием сладострастие. Сладострастие говорит, тебе остро не хватает удовольствия. Ты не удовлетворен. Зачем ограничивать себя и лишать таких прекрасных ощущений, которые по праву могут стать твоими? Как только человек сосредоточит свое внимание на приятных ощущениях, он начнет подвергать сомнению Божьей рамки и заглушать голос своей совести? Со временем от него можно услышать следующее. Откуда мне знать, что именно Библия Божье Слово? Ведь помимо Библии существуют другие книги, которые считаются священными. С какой-то стати я буду подчиняться Библии? Скорее всего, она была написана для евреев и не имеет ко мне абсолютно никакого отношения. Итак, зацикленность на том, что приносит плотское удовольствие, нередко заставляет человека усомниться в достоверности Библии. Впоследствии он нарушает Божье установление в надежде пережить некое волшебное чувство. Таким образом повторяется старая история искушения Евы хитрым змеем. Сначала был сластолюбивый фокус, она увидела, что плод приятный для глаз. Потом сомнения в Божьей истине, правду ли сказал Бог. И потом непослушание. Каждый раз, когда я переступаю Божьи границы, я грешу против собственной совести, которая в ответ на мое непослушание внушает мне чувство вины. Когда на сцене появляется чувство вины, которое не дает мне покоя, у меня есть всего лишь два варианта. Либо взять ответственность за свой проступок, покаяться в своем грехе и принять Божье прощение, либо свалить вину на кого-то другого. Многие люди выбирают второй вариант, потому что он легче. Но даже среди тех, которые выбирают путь покаяния, есть те, кто не доводит своего покаяния до конца. Оказывается, что существует такое явление, как неоконченное покаяние или неискреннее покаяние. Неоконченное покаяние это когда уста человека говорят «Господи, прости меня!» А его сердце шепчет «Грех! Я люблю тебя и не хочу с тобой расставаться!» Такое покаяние это не что иное, как самообман, который на некоторое время приглушает боль. После неоконченного покаяния человек обычно начинает зарабатывать у Бога очки. Так как покаяние было неполным, он по-прежнему ощущает чувство вины, поэтому он как бы говорит «Боже, я с тобой за все рассчитаюсь». В качестве компенсации он начинает больше читать Библию, чаще ходить в церковь и дольше молиться. Казалось бы, это все похвально. Однако его мотив нечист и неприятен Богу. Он старается заглушить голос своей совести добрыми делами. Всем известно, что только кровь Иисуса Христа может очистить опороченную совесть. В конце концов, наш герой устает от своей бесплодной религиозной деятельности. Более того, он замечает, что не в силах совладать со своей сексуальной природой, которая вышла из берегов. Видите ли, чем больше он поддавался вожделению и страстям, тем слабее становилась его воля. В результате он стал рабом своих желаний. Теперь он подвластен им. Теперь он не может сказать нет своим половым стремлениям. Он находится в их власти. После продолжительной и бесплодной борьбы многие люди приходят к заключению «Все бесполезно! У меня ничего не получится! Все мои старания напрасны! Придется просто смириться и жить так! Я ничего не могу с собой поделать! Я же не виноват, что таким меня создал Бог!» А вот здесь он и заблуждается! Таким его не Бог создал, таким он стал сам! Однако так как человеку невозможно жить с такими неприятными ощущениями он вынужден облегчить свое горе! Самый легкий выход это умертвить свою совесть или хотя бы максимально притупить ее голос! Такой человек всеми силами постарается оправдать свое поведение и усыпить совесть! В результате интенсивного самовнушения он поверит, что не нарушает никаких Божьих законов и является вполне нормальным человеком! На следующем этапе он начинает спорить с накомыслящими и отстаивать свои взгляды! О таких людях написано в третьей главе послания к Титу! Если вы заметите в ком-то любовь к спорам на почве Библии, внимательно присмотритесь и прислушайтесь к этому человеку! Скорее всего, он отстаивает не истину, а удобный ему образ жизни! Вот что по этому поводу написал апостол Павел «Но держись подальше от глупых прений, споров родословных, раздоров и схваток по поводу закона! Это пустое и бесполезное занятие! А того, кто вносит раскол, предупреди раз и два, а затем не имей с ним дела! Знай, такой человек испорчен и грешен, он сам себе вынес приговор». Обратите внимание, апостол называет спорщика испорченным и полностью потерявшим свой ориентир. Другими словами, если кто-то отстаивает поведение или образ жизни, который явно осужден на страницах Священного Писания, значит такой человек откололся, сбился с пути и стал грешником, он сам себя осудил. Ссоры и прения о законе это признак последней стадии развращенного ума, это завершающий шаг на пути нечистоты. В настоящее время таких людей так много, что их не счесть, однако мы, как христиане, не имеем права на смертельную ошибку. Мы не смеем сравнивать себя с людьми из одной категории и хвалить себя за то, что мы не такие распущенные, как они, и с людьми из другой категории и хвастаться тем, что мы не такие религиозные фанатики, как они. Знаете, как обычно христиане реагируют на других христиан, которые придерживаются более высоких стандартов? Все они фарисеи, жалкие законсервированные законники. А как они отзываются о христианах с заниженными стандартами? Либералы, они заигрывают с миром. Раз они недовольны ни теми, ни другими, тогда кто может быть эталоном святости? Конечно же, они сами. Мое мнение самое правильное. Те дотошные буквоеды, те разболтанные либералы, один лишь я на правильном пути. Однако это не что иное, как самообман. Только Библия может по праву называться мирилом морали и святости. Бог призывает нас равняться не на людей и их взгляды, а на его вечное слово. Давайте теперь честно посмотрим на свою жизнь и спросим, а не отошел ли я от Божьего образца в той или иной области моей жизни? Не начал ли я оправдывать нечистые поступки? Не стал ли я на путь нечистоты? Через короткое время у вас состоится очередная встреча в малой группе. Позвольте задать для нее направление и поставить цель для ваших размышлений и молитв. В первую очередь я поставлю задачи перед родителями. Папы и мамы ответьте себе на следующий вопрос. Не стою ли я на пути нечистоты? Если да, то на каком этапе я нахожусь? Если вы обнаружите, что позволили сластолюбию овладеть частью вашего существа, то прямо на собрании малой группы принесите Богу ваше покаяние, примите его прощение и начните путь в правильном направлении. Далее, если во время лекции вы заметили беспорядок в той или иной области вашей жизни, признайтесь в этом перед вашей группой и позвольте им помолиться вместе с вами. Обычно после эмоциональной травмы душа человека начинает направляться к нечистоте ускоренными темпами. И это естественно, потому что чувственные переживания приглушают боль и приносят кратковременное, но зато мгновенное облегчение. Если сладострастие превратилось в некое обезболивающее средство для вашей души, признайтесь в этом перед вашей группой и Господом. Придите к Спасителю с твердой верой и позвольте вашей группе помолиться о вас. В наше время много людей, как мужчин, так и женщин, находятся в плену у порнографии. Обычно никто не любит говорить на эту тему. Однако я хотел бы попросить родителей, если вы боретесь с пристрастием к порнографии, наберитесь смирения и смелости и признайтесь в этом перед вашей группой и перед вашими детьми. Попросите вашу группу помолиться о вас, чтобы Господь освободил вас от этой пагубной зависимости. Я предлагаю, чтобы вы подошли к решению этой проблемы в два этапа. Во-первых, признайте наличие проблемы, свою беспомощность и полную зависимость от Господа. Во-вторых, спросите у Господа, в результате чего вашим сердцем овладела привязанность к порнографии. Другими словами, что стоит у ее истоков. Часто, когда люди молятся о своей привязанности к порнографии и спрашивают у Бога, что натолкнуло их на этот грех, Господь напоминает им о душевной травме, которую нанесли им в детстве. Так как боль от этой раны была невыносимой, они начали искать утешение в порнографических материалах, которые стали для них средством побега от суровой реальности. Мои наблюдения показывают, что в большинстве случаев порнографомания носит не сексуальный характер, а эмоциональный. Другими словами, большинство людей в первую очередь ищут в порнографии успокоения для своей израненной души и только лишь потом сексуальное удовлетворение. Поэтому я советую, чтобы вы спросили, «Боже, с чего началась моя дружба с порнографией? Что натолкнуло меня на это?» После такой короткой молитвы побудьте некоторое время в тишине и позвольте Господу ответить вам на ваш вопрос. «После того, как Господь укажет вам на корень пагубного пристрастия, а в корне чаще всего находится ложь, попросите его открыть вам истину. Попросите Бога дать вам увидеть, как Он смотрит на вас и что Он чувствует по отношению к вам. Позвольте Ему вытеснить ложь истиной и таким образом раз и навсегда освободить вас от порнографического рабства». Господь обещает, что если мы смиримся и взыщем Его, Он даст нам найти Себя. Не постесняйтесь вашей группы, не позвольте вашей гордости и страху украсть у вас Божье чудо. Теперь несколько слов сыновьям и дочерям. Когда вы будете находиться на встрече вашей группы, спросите себя, не стою ли я на пути нечистоты. Если окажется, что вы начали идти по этому опасному пути, спросите себя, на каком из перечисленных этапов нахожусь я сегодня. Я попрошу воспокаяться прямо на собрании малой группы, попросить у Бога прощения и вернуться к Божьим стандартам и порядку, где у руля вашей жизни находится ваш Дух. Попросите Господа навести внутри вас порядок, чтобы ваши физические желания покорились вашей воле, а ваша воля, чувства и разум покорились вашему Духу, а ваш Дух находился в полном подчинении у Святого Духа Божьего. Проверьте себя и на предмет порнографии. Эта проблема захлестнула огромное количество современной молодежи. Нередко молодые люди обессиливают от борьбы со своими страстями и смиряются с жизнью поражения. Если на сегодняшний день ты не имеешь полной свободы от порнографии, отбрось прочь страх и гордость и исповедайся в болезни своей души перед группой. Покайся в этом грехе перед Богом, прими Его прощение, а потом спроси. Боже, с чего началась моя любовь к порнографии? Каким образом она пришла в мою жизнь и овладела моим существом? С чего все началось? Позволь Духу Божьему выявить боль, которая затаилась в уголках твоего сердца и обнаружить ложь, которая овладела твоим умом и чувствами. Попроси его открыть тебе истину, которая прогонит ложь и сделает тебя свободным. Не упусти своего шанса. Сегодня, прямо сейчас, у тебя есть благоприятная возможность обрести исцеление и свободу. Бог стоит с ключами от твоей темницы. не молчи, не притворяйся, не делай вид, что у тебя все нормально, если это далеко не так. Сегодня день твоего спасения. Я попрошу, чтобы ведущий малой группы подвел нас сейчас к молитве. неподвели. Субтитры создавал DimaTorzok